Всем привет! В этом видео я покажу вам, как легко сделать интересные дизайны с помощью зеркальной втирки и трафаретов. Сегодня я работаю на материалах Edo Professional. Я уже придала форму ногтям с помощью вот такой пилки и обработала кутикулу с помощью ремувера и впоследствии ножничек. Ремувер хорошо размягчил кожу и омертвевшие клетки легко убирались апельсиновой палочкой. Далее я прохожусь по ноготкам бафом и обезжириваю ногтевую пластину. Теперь буду использовать очень густую розовую базу. Она имеет очень красивый камуфлирующий оттенок, который можно использовать для френча. Также этой базой можно сделать при необходимости микронаращивания и выравнивания ногтевой пластины. Я делаю вторым слоем выравнивания, так как сейчас я снимаю гид-лак только спиливанием. В качестве фона я выбрала темно-синий гид-лак номер 111. Гид-лак очень хорошо лег в один слой. Думаю это заслуга базы, так как она сравняла основной фон. Конечно можно было нанести еще один слой, чтобы цвет стал ярче и однороднее. Для птирки я оставила так. Далее я нанесу топ и просушу в лампе. Топ имеет густую консистенцию, но не супер густую как у базы. Сушу его в лампе и снимаю липкий слой. Для дизайна я выбрала трафарет Т15 с геометрическим узором. Снимаю его и приклеиваю к ногтю. Кстати из всех трафаретов, что у меня были, эти оказались самыми клейкими. Я по привычке начала отрезать лишнее, но потом заметила, что этого можно было и не делать, так как трафареты и так хорошо прилегают. Теперь мне понадобится хромовый пигмент под номером 2. Для птирки можно использовать спонжик из набора, но мне больше нравится эффект, когда втираешь пальцем. Трафареты хорошо приклеились, поэтому птирка делается без проблем. С трафаретов лучше сразу стряхнуть лишнюю пудру и можно их снимать. Далее я перекрываю дизайн топом, особое внимание уделяя торцам. На ноготки без узора я нанесла топ 2 раза. Я уже хожу некоторое время с этим дизайном и он никак не изменился, а значит этот топ подошел идеально. После сушки снимаю липкий слой, вытираю лишнюю пудру на коже. В конце завершающим этапом наношу масло. Мне понравилось, что масло как и ремувер имеет пипеточку, если вы работаете с клиентами, то не нужно контактировать кистью. Также масло очень экономичное, одной капельки хватает на все 10 пальцев. Теперь хочу показать еще некоторые оттенки гель-лака и разные трафареты. Это насыщенный синий оттенок 126. Наношу его в два слоя. И вот так он выглядит с трафаретом Т39. Далее идет 127 красный с краплением блесток. Смотрится он очень красиво. Наношу его также в два слоя. Сверху я сделала втирку с помощью трафарета Т23. И последний нежно-розовый оттенок 106. Также хорошо лег в два слоя. Для него я взяла цветочный трафарет Т33. Материалы из видео можно приобрести на сайте 4nails.ua. Ссылочка будет в описании. Если вам понравилась такая идея использования трафаретов, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами была Настя. До новых встреч!